Вы сейчас удивитесь? What the fuck is this? Зачем вообще мне это нужно? Да ведь, не спойлери! Ну-ка, слой, ну-ка, выключи камеру! Я хочу это выложить в инстаграм-сторию. А, уйди! Та-дам! Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. А, впрочем, ничего нового. И сегодня я хочу поделиться с вами идеями для подарков к новому году. Идеи для подарков, которые, во-первых, я планирую дарить своим друзьям сама. Так что, если ты мой реальный друг, то это видео содержит спойлер! А, во-вторых, те подарки, которые дарили уже мне. И которые мне настолько сильно запали в душу, что я просто обязана поделиться с вами идеями этих самых подарков. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал. Тык! Включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Самый первый подарок, который я хочу вам показать, Это подарок, который в том году мне дарила моя подружка к новому году. И это вот такая вот шапка. И, если честно, я считаю, что шапка это просто гениальный подарок, особенно зимой. Потому что шапки всем нужны, шапки всем важны. Нет, ну серьезно, вы вообще понимаете, насколько шапка это идеальный подарок? Он же реально нужен всем. Просто покупайте какую-нибудь яркую шапку, дарите и прекрасно. И что самое, знаете, еще прекрасное, это то, что шапку можно найти на любой бюджет. Вы можете, конечно, купить какую-нибудь пафосную гуччи шапку за 30-40 тысяч рублей. А можете пойти в какой-нибудь обычный магазинчик и купить, наверное, шапку даже в пределах рублей 100-200. Очень удобно. Советую. Подарок, который я советую под номером 2. Да, кстати, после просмотра этого видео обязательно напишите в комментарии, какой из этих подарков вы бы реально хотели получить себе больше всего на Новый год. Это дополнение к популярной игре Imaginarium. Imaginarium это одна из самых популярных настольных игр. Если вы знаете, что ваш друг играет в настольные игры, то подарите ему вот это вот дополнение. Это самое новое дополнение, оно называется Кассиопея. И внутри карты этого дополнения выглядят как мультяшные изображения. Очень милая и классная вещь. Да, кстати, если вы вдруг вообще не знаете, что такое Imaginarium, я вам рекомендую на нее обратить внимание чисто для себя, потому что эта игра очень круто развивает ваш ассоциативный ряд. Вы же наверняка все смотрите такие каналы, где вам задают какие-то совершенно рандомные вопросы, типа там школьного уровня, и вам нужно что-то на это ответить, а вы нифига на это не можете ответить. Вот эти вот игры очень хорошо все это развивают. Следующий подарок, что называется Мал да удал, потому что выглядит он вот так. Когда я выставила в Инстаграм одну из моих фотографий, которая выглядит следующим образом, помимо того, что вы написали мне, что я очаровательна, спасибо, вы также спросили, что за фигня у меня в руке. И это переключатель для селфачей. Вы берете ваш телефон, вставите его удобно и фотографируете себя самостоятельно. Больше вам не нужна подружка, больше вам не нужно просить свою маму сделать вам фотографии. Вы покупаете этот маленький пульт и делаете фотки. Это просто гениальная вещь. И да, эта гениальная вещь стоит очень мало. Настольная игра. Это одна из самых, опять-таки, популярных настольных игр, которые только существуют. Да, кстати, когда я была последний раз в Германии, я видела эту игру даже в немецком магазине, то есть это игра, которую играют во всем мире. В чем смысл этой игры? Вы играете за пиратов. Я думаю, все любят пиратов. Вы любите пиратов? Я люблю Карибское море, а это значит, что я люблю пиратов. Или это значит, что мне нравится Джонни Депп? Вопрос. В начале года 45-летняя мать пятерых детей, работающая двойником киноперсонажа пирата Джека Воробьяна, в корпоративах и детских праздниках, выслала замуж за казненного в 1700 году пирата. По словам Аманды, когда она впервые встретилась с будущим мужем-привидением, то он описал себя так, что женщине его внешность показалась очень похожей на Джека Воробья, что сразу ее покорило. В октябре Ирландка заявила, что считает себя асексуальной, вероятно, это стало одной из причин развода женщины и 300-летнего духа. Такие дела. В общем, классная идея. Да, кстати, эту игру вы можете приобрести в магазине, который называется Мосигра. Почему Мосигра? Потому что если вы придете в магазин, который называется Мосигра, к сожалению, только для Москвы. Торговый центр, который называется Филион, тоже только для Москвы. Филион находится на метро Фили, если чего. Вы получите не только игру, но в подарок от меня. Вы получите вот такую вот пафосность. Это тетрадочки пафосной кицы, которую вы можете использовать для обучения или просто поставить ее себе на стол и радоваться жизни, потому что выглядит она просто замечательно. В этом торговом центре вы должны совершить покупку на сумму 500 рублей в магазине Мосигра и получить в подарок пафосность. Очень удобно, кстати, приобрести подарки для своих друзей, еще и получить подарок себе. Ну, или тоже своей подруге, если она тоже меня смотрит. По-моему, это вообще просто идеально. К сожалению, такую тетрадку нельзя купить в интернет-магазине, ее нельзя каким-то образом заказать. Ее можно купить только в одном единственном магазине Мосигры в торговом центре Филион при покупке на сумму от 500 рублей. Если что, вы всегда можете написать мне в директ в инстаграм и спросить, есть ли еще тетрадочки или нет, и я вам отвечу. Так что подписывайтесь на мой инстаграм, если поедете в магазин, спрашиваете, осталось еще или нет. Следующий подарок будет весьма блестяч. Но вам не обязательно обзаводиться таким блестячим подарком. Что это вообще такое? Это... Это вот такая вот спортивная бутылочка для воды. При этом посмотрите, насколько круто она выглядит. Это просто же какой-то огонь. Потому что это, на самом деле, очень удобный подарок. Вы его дарите, человек ходит, пьет водичку и получает два в одном. Воду. Водный баланс поддерживает. И приятная, красивая штука. Только выбирайте какую-нибудь поярче, потому что чем ярче, тем красивее. Но это не точно. Может быть, вам нравится черный минимализм. Такое тоже реально. Лучше знать о вкусах своих друзей. Следующий подарок это... Вы сейчас удивитесь. Потому что это... Позл. Но не обычный пазл, а 3D-пазл. Я задам вам вопрос. Как часто мы покупаем сами себе пазл? Я, например, не очень часто это делала. В последний раз я покупала себе пазл, наверное, когда я училась в классе в пятом или в шестом. Мне нужно было купить себе пазл. Но если я получу пазл в подарок сейчас, я буду просто счастлива. Потому что это такая вещь, которую сама себе я сейчас не куплю. Но если получу в подарок, я офигею. Просто от восторга. Это реально круто. К тому же сейчас пазлы очень интересные выпускать. Например, это пазл 3D. Да, как видите, когда вы полностью собираете картинку, она не просто картинка, она еще и двигается. Они есть в разных размерах. Маленькие, большие, какие угодно. У меня здесь, собственно, маленький пазл и пазл побольше. Они очень крутые. Это, кстати, тоже в этом же самом магазине MosaGraph или он. Вы можете приобрести. Они там продаются. Очень большой выбор, кстати. Разных всяких там расцветок и разных всяких штук. Паричок. Нет, на самом деле, реально, я вам так скажу. У меня ни одна подруга не увлекается косплеем. Кроме, наверное, одной. Нет, это за то, что тут посвучит. У меня, кроме одной подруги, никто не увлекается косплеем. А то, что увлекать, ей это не нужно, потому что у меня уже своего достаточно. Но при этом я точно знаю, что если я подарю любой из них парик, они будут на седьмом небе отчасти. Потому что это такая вещь, которую просто всегда очень хочется иметь. Нет, я серьезно, я не шучу. Парик я подарю многим моим подругам к этому Новому году. Я буду дарить им всякие розовые, сиреневые, ну, по их любимым цветам. Потому что иногда реально хочется попробовать себя с новым цветом волос. Иногда хочется сделать какую-то новую фотографию, селфи. Ну, не на фоне там ковра, а на фоне чего-нибудь нового. Например, на фоне елки и с новым париком. Это будет очень чудесно. Вот. Следующий подарок это... Слайм. Слаймы из этой серии мне очень нравятся тем, что они, во-первых, огромные. Ну, сами зацените, он, блин, размером с мою голову практически этот слайм. Это раз. Во-вторых, эти слаймы имеют огромный выбор очень странных свойств. Например, есть слаймы, которые меняют под воздействием температуры цвета. С розового, например, на белый. Есть слаймы, которые сияют в темноте. Есть слаймы, которые полностью наполнены глиттерами. А есть слаймы, которые представляют из себя какую-то черную жижу, в которой какие-то белые крапинки, которые похожи на небеса. Нет, на космос. Когда мне подарили слайм, я сначала не поняла. What the fuck is this? Зачем, в общем, мне это нужно? А потом я просто запустила мою лапищу в эту прекрасную жижу, сделала как-то вот так, и мне стало очень хорошо. Господи, тут такой запах мороженого. Я хочу мороженое. О, боже. Это выглядит очень странно, но эта фигня была таким совершенно мистическим свойством. Ты реально хочешь на нее залипать, и ты забываешь о всех своих проблемах. Так что, возможно, если у вас есть проблемы, но нет слайма, то решение ваших проблем – это покупка или получение в подарок слаймика. Следующий подарок, который, мне кажется, просто один из самых гениальных, и самых приятных, и самых новогодних – это вот это. Это формочка для приготовления рождественских имбирных печенек. Ну, или не обязательно рождественских имбирных печенек. Возможно, так влияет, я не знаю, какая-то особая зимняя магия, но у очень многих включается желание приготовить печеньки. И подарить таким людям вот эту вот штуку – это просто гениально. Ну, в самом крайнем случае, они дадут это маме, чтобы мама напекла печенек. Раз уж мы пошли по популярным играм, то я считаю, что просто необходимо популярные игры, так сказать, добить. Да, кстати, еще есть игра с халберами, так что, если вы или ваша подруга любит халберов, то вы можете купить им подарок с их лицами и их челюстями. Ну, если кому-то это нравится. Первое – это Свинтус. Наверное, мне кажется, Свинтус знают все, потому что эта игра стала в последнее время какой-то безумно массовой. Здесь огромное количество карт, и эти карты вынуждают вас сделать какое-то действие. Начиная от положить ручку на стол на скорость, ну, достаточно примитивно, и с этим может справиться любой, так и задание какого-то совершенно экстра уровня, потому что есть задание, например, «Пой две строчки из песни выбранного жанра». Ну, и, соответственно, тот, кто задает это задание, жанр выбирает. Вот, например, давайте. Жанр – рок. Ну-ка, напишите мне в комментарии две строчки любой рок-песни, которую вы знаете. А-а-а, я уверена, что сейчас многие сидят с такими лицами. Че? Это игра Spyfall. Это игра на уровне мафии. Я уверена, что большинство из вас уже когда-либо играли в мафию, ну, или как минимум про нее слышали. Поэтому те, кто наигрались в мафию, сейчас рекомендую вам вот эту игру, которая называется Spyfall. Ваша задача – найти шампиньона. И эта игра психологическая, так что будет весьма интересна. И рассчитана она от трех до двенадцати человек, что тоже, согласитесь, удобно, потому что можно практически весь класс собрать и проводить досуг за этой игрой. И последняя идея для подарков, но не по значению. И этот подарок – аниме-мужики. Нет, на самом деле это могут быть любые аниме-персонажи, не обязательно, чтобы там были мужики. В общем, если вы знаете, что у вас есть друзья, они дико загоняются по какой-то теме, аниме, сериалы, мультфильмы, я не знаю, все что угодно, дарите им мерч с этим связанный. Фигурки – это что-то запредельно крутое. У меня никогда в жизни не было фигурок, хотя, я думаю, все знают, что я увлекаюсь аниме, я много его смотрю, но когда моя подруга подарила мне первый раз вот этого вот персонажа, моего счастья просто не было предела. Я настолько охренела, что этот человек стоит у меня на рабочем моем столе столько, сколько мне его подарили. Никуда не денется, потому что я смотрю на это, сразу вспоминаю ее, сразу вспоминаю мою нежную любовь к персонажам из Наруто, и мне становится просто хорошо. Так что настоятельно рекомендую, кстати. А это Гентоки мне подарила его тельняшка, и теперь они вместе делят мой рабочий стол. Очень смело дарите. Нарекомендую. Будь счастлив. Просто. От души. Что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вам этих идей для подарков не хватило, смотрите видео от моего прошлого года, становитесь павстагицами, получайте подарки, покупая подарки, приятно и полезно. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. И всем спасибо за просмотр, и всем пока. До новых встреч. Так, мне сказали, надо убирать это вообще все еще. Девушка, а квартир где здесь? Наличными оплатой или по карте? Карты. Хорошо. Я хочу кофе, у меня ломка. А обедный перерыв еще не скоро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...